Здравствуйте! 20.00 по времени столицы. Вы смотрите вечернюю информационную программу. Я Сергей Гергель и мои коллеги службы новостей телеканала Хабар 24 готовы подвести итоги и рассказать о самом важном стране и мире. Новые случаи заражения коронавирусом, выявленные в Нур-Султане. Число заболевших достигло 69. В целом по стране зарегистрировано 135 случаев, 48 в Алматы, 4 в Караганде, по 3 в Атараусской и Жамбылской областях, 2 в Шенкенте и по одному случаю в Алматинской, Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской, Североказахстанской и Мангистауской областях. Выздоровели три человека, одна женщина скончалась. Павлодарские медики рассказали о состоянии пациента, у которого подтвердился коронавирус. Мужчине 32 года, ранее он контактировал с больным в Нур-Султане. Поэтому в соответствии с утвержденным алгоритмом мероприятия его госпитализировали в инфекционную больницу. В настоящее время он под контролем медиков. Напомню, в регионе работает круглосуточный штаб по профилактике распространения COVID-19. На базе областной детской больницы созданы индивидуальные боксы на 60 мест, на 100 коек укомплектован провизорный стационар на 150 в госпиталь. Их специалисты прошли обучающие курсы. На данный момент жалоб пациента не предъявляет. Его состояние на данный момент удовлетворительное, стабильное. Температура в пределах нормы. Он находится в соответствующем инфекционном госпитале. Круг контактов с данным пациентом определен. И все профилактические и противоэпидемические мероприятия проводятся на данный момент в полном объеме. Совместные шаги, направленные на поддержание высокой динамики торгово-экономического сотрудничества в условиях распространения эпидемии коронавируса, обсудили по телефону Касым Жумартукаев и Сорун Байжиенбеков. В беседе с президентом Казахстана его кыргызский коллега выразил признательность за помощь, оказанную при возвращении граждан соседней республики на родину, а также содействие транзиту грузов через границу. Глава нашего государства в свою очередь заверил собеседника в том, что Казахстан будет и далее оказывать поддержку братскому народу Кыргызстанам. В ходе беседы в конструктивном ключе были обсуждены вопросы совместного использования водных ресурсов в свете предстоящей поливной кампании в южных регионах нашей страны. Для оперативного решения всех вопросов правительством даны соответствующие поручения. Отмечу, переговоры состоялись по инициативе кыргызской стороны. Первые случаи заражения COVID-19 выявили и в Мангистаусской области. Подробности узнаем прямо сейчас. Эфир продолжает брифинг с участием руководителя управления здравоохранения региона. Продолжение следует... Брифинг модератор мен Махмудва Молдерталғат қызы инише брифинг спикерлер мен таныс болыңыздар. Мангистау областық денсаулық сақтау басқармасының башшысы Сағымбай Фануар Алимжанулы және Тауарлар мен көрсетлетін қызметтерді Мангистау областы бойынша департамент башшысының орын басары Құбатаев Ринат Аминулы. Құрметті онықтар, қош келдіңіздер. Сөз кедегі өзіңізде? Бүгін таңғы 5.30-да Самолетпен үстанбылдан ақтава ұшып келген. Самолеттіі зарлық жатқызды. Ауызайда барлығы 74 құдайдық адам болған. Олардың бәрі келген бойда абсервациялық госпітері желат қызылды. Состояние больного расценивается как удовлетворительное, жалоб не предъявляет. На данный момент выявлены все контактные лица, с которыми он вместе прилетел в самолете. Состояние всех находящихся контактных и находящихся в обсервационном госпитале удовлетворительное, жалоб не предъявляют. Температура в норме. Ахпаратынызға рахмет, Ануар Алимжанылы, келесі сөзкедегі Ринат Аминылы өзіңізде. Анастасия Ринат Алимжанылы, келесі сөзкедегі? Кеңылу, келесі сөзкедегі қоранда Алимжанылы, келесі сөзде. анталу отыр арыгарай енді эскей мы шаралары жюргызды дыр ол ол бойынша арнай жос парвар областы штабтын солган касты эскей мылдар жюргызды сашаусы ну все сай рапорта все все пассажиры прибывшие борту доставлен автобусом обсервационный госпиталь обследованы все состояние дурительный данный момент против эпидемиологическое мероприятие проводится имеется общая тактика ведения штаб имей областной штаб будут дали будут действовать по тактике который заранее оговорённые запланированы жалоб со стороны пациентов не был карантин де я хан шадам жатыр жалпы карантин де козыр сексен алтадам жатыр вот домашний карантин де фурмэте жилестер дорогие земляки хотел бы еще раз обратиться к вам создавшуюся ситуации прошу всех соблюдать меры предосторожности соблюдать правила личной гигиены и все правила домашнего карантина про больного на русском можно больной это молодой человек 74 года который в течение двух недель находился в городе по служебным по личным делам на данный момент его состояние удовлетворительно жалоб не предъявляет температура в норме все эпидемиологические мероприятия согласно действующему алгоритму мы уже проводим так как я уже говорил контактные лица все определены и также помещены в обсервационный госпиталь а сколько в целом было человек на борту вы смотрели специальный брифинг из мангельсавской области где сегодня выявили первый случай ковид 19 а мы продолжаем и новость буквально последних минут два новых случая заражения коронавирусом выявлено в алматы и того 50 случаев в целом по стране зарегистрировано 137 69 в нурсултане 4 в караганде по 3 в атераусской и жамбылской областях 2 в шимкенте по одному случаю в алма-атинской октябинской акмолинской павлодарской североказахстанской и мангыстаусской областях выздоровели три человека одна женщина скончалась с 30 марта по 5 апреля в нурсултане алматы будет приостановлена деятельность предприятий и организаций на такое решение принята госкомиссия для того чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции это касается деятельности всех учреждений вне зависимости от форм собственности за исключением центральных государственных органов акиматов правоохранительных органов организации здравоохранения СМИ продуктовых магазинов аптек и организации жизнеобеспечения предупреждение штраф или даже арест грозят жителям нурсултана и алматы за нарушение карантинного режима новые правила утвердила госкомиссия они вступают в действие с 27 на 28 марта в полночь с этого времени выходить из дома без уважительной причины запрещается для общественного транспорта служб такси и доставки еды будут разработаны циркуляры предусматривающие соблюдение строгих санитарных норм об этом заявил на брифинге министр информации и общественного развития что можно чего делать в ближайшие дни нельзя наш следующий репортаж жителям нурсултана и алматы запрещено выходить из дома без уважительной причины решение наказания будут принимать суды на основании протоколов составленных сотрудниками полиции их могут привлечь к административной ответственности сначала в виде предупреждения затем штраф в размере 26 с половиной тысяч деньги или ареста до 15 суток сотрудники полиции составляют административные протокола а дела рассматриваются судами кроме того предусмотрена уголовная ответственность за неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти в период чрезвычайного положения купить продукты, лекарства, посетить поликлинику выголить домашнее животное это уважительная и пожалуй единственная причина по которым выход из дома разрешен продуктовые магазины и аптеки как правило расположены в непосредственной близости к жилым домам поэтому сотрудники полиции будут вправе проследить действительно ли гражданин направляется для покупки лекарств или продуктов с последующим возвращением домой гражданам нуждающимся в получении медицинских услуг разрешается посещать больницы и это будет считаться уважительной причиной городские парки и скверы будут патрулироваться граждане также будут иметь право выгуливать домашних животных в непосредственной близости к своим домам с 30 марта в закрытых на карантин городах будет приостановлена работа организаций и предприятий однако есть компании попадающие под исключение в таком случае сотрудника идущего на работу могут попросить связаться с руководством граждане вышедшие на улицу должны быть готовы к тому что сотрудники полиции могут их спросить куда они направляются желательно чтобы гражданин имел телефон непосредственного руководителя или сотрудника кадровой службы которые бы подтвердили его выход на работу как будут ходить автобусы вопрос окончательно не решен перед акиматами стоит задача действовать по ситуации министр в очередной раз призвал отнестись к таким ограничениям с пониманием органы правопорядка будут следить за соблюдением карантинных мер но главный фактор соблюдения карантина это сознательность граждан карантин вводится не против вас а ради вас ради вашего здоровья здоровья ваших близких ваших родителей и детей поэтому еще раз просим отнестись с пониманием и ответственностью к вводимым мерам Доварин Абаев также заявил при захоронении погибших от коронавируса будут действовать строгие правила их разработал главный санитарный врач страны прокомментировал министр и то в связи с чем о первом летальном исходе от ковид-19 было объявлено вечером а не утром в момент смерти хочу сообщить что причину смерти удалось установить только к вечеру после этого мы незамедлительно сделали экстренный выход в средствах массовой информации глава ведомства напомнил пострадавшие от введения карантина смогут получить помощь от государства а также отсрочку по кредитам заемщикам заемщикам будет предоставлена отсрочка по платежам в период с 16 марта по 15 июня 2020 года приостановлении выплат по займам получат те кто действительно в этом нуждается к примеру при потере работы в связи с введением карантина нахождением в неоплачиваемом трудовом отпуске снижении или приостановлении выплаты заработной платы и так далее без дополнительных документов отсрочку смогут получить официально зарегистрированные безработные получатели и социально уязвимые слои населения на кредитные послабления смогут рассчитывать и предприниматели лишившиеся доходов от снижения объема продаж Асхат Нязов Иван Тулинов Хабар 24 после полуночи в Шемкенте временно приостановят работу аэропорта и железнодорожного вокзала также закроют авторынки продовольственные ярмарки и магазины по продаже сотовых телефонов об этом в своем обращении к населению сообщил Аким города Мурат Айтенов О том, какие еще ограничения ждут жители мегаполиса расскажет Рауль Габитов В Шемкенте зарегистрировано два случая заражения коронавирусом оба инфицированных живут в одном жилом массиве который сейчас изолирован на двухнедельный карантин кроме того решением государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения с 28 марта в мегаполисе запретят праздновать любые мероприятия не только в заведениях но даже дома с 28 марта в городе усилят санитарные и дезинфекционные меры посетителям и продавцам во всех торговых объектах необходимо обязательно носить медицинские маски скотные рынки будут работать только по воскресеньям с 11 до 17.00 введено ограничения на работу заведения общественного питания кафе и рестораны смогут принимать гостей только до 6 часов вечера в вечернее время горожане смогут воспользоваться только доставкой представители заведения общепита обязаны измерять при входе температуру гостей и предоставлять им средства для санитарной обработки рук при этом одновременно в заведении не должно находиться больше 50 человек чтобы между посетителями был как минимум один свободный стол одна из основных мер по предотвращению распространения вируса это запрет на въезд и выезд на территории Шимкента с 21.00 до 7 часов утра к транзитному транспорту и транспорту по перевозке продуктов питания эта мера не относится Нурбек Байбосын Рауль Габитов Нурмахан Бехмуратов Хабар 24 Шимкент сейчас мы ненадолго прервемся после чего продолжим Новгород Редактор субтитров Корректор В.Семкин Корректором Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 В начале года А.Кулакова Жители поселка А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Таким образом, А.Кулакова 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 Иногда обстановка накаляется Горожане спорят, чей все-таки подошел черед Все спешат, да и просто не хочется Подолгу стоять там, где много народу Говорят алматинцы. Но в целом К ситуации относятся с позитивом А.Кулакова 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 Вот, в принципе, моя очередь подошла к концу. На таймере 8 минут 11 секунд. В принципе, не так уж и много, тем более, что без очереди пропускали беременных и пенсионеров. Но еще неизвестно, что там внутри творится. Всех, кто теряет здесь лишние 10 минут, это устраивает. Говорят, мера нужная. Все это для их же безопасности. Там стесненно будет, здесь-то нормально. Вот я метр стою больше друг от друга. Я только подошел уже здесь. Следовательно, запускают по 3, по 5, я так полагаю. Все люди, которые стоят здесь, они могли бы быть все там. Фармацевты бы не успевали, и тут было бы очень не очень. По моему мнению, все очень даже мягко и правильно. Но ассортиментом аптек алматинцы недовольны. Самое нужное сейчас маски и антисептики не найдешь. Везде говорят, маски везде шьют, маски везде изготавливаются, но масок нигде нет. Вот я уже третий день в погонях за масками хожу. Было-нету, было-нету, и все, что делать нам? Аптека, наверное, 10 обошла. В простые аптеки, там, которые около Зеленого Базара, там сказали, нам вообще не поступает масок. Поэтому, не знаю. А здесь есть? А здесь, говорят, простых нету обычных, только вентиляционы дорогие. Но для пенсионеров, видите, они если разовы, нам тоже не так просто. Глицерина нету, спреев, антисептиков тоже нету. Все до обеда разбирают, а после обеда нет ничего. И если еще вчера здесь можно было купить маски по 87 тенге, причем в одни руки отпускали по 10 штук, то сегодня остались только те, что за 200. И дорогие респираторы, говорят алматинцы. Да и в целом медикаменты стали дороже. Цены конкретно выросли. Вот лекарства за доллары, которые покупаются. В магазинах ажиотажа нет, по крайней мере в небольших. Люди без спешки очередей заходят за нужными товарами. Правда, в масках не все, а это сегодня одно из главных правил. Списывают на недостаток повязок. Между тем, власти уже не предупреждают, а требуют от алматинцев быть осторожнее и соблюдать все меры безопасности. Ведь в их руках не только их собственное здоровье, но и жизни их близких. В Туркестане начали бороться с необоснованным повышением цен на продукты. Для этого создана специальная рабочая группа. В ее составе представители Акимата, прокуратуры, полиции и палаты предпринимателей. Каждый день они обходят рынки и мониторят цены. Подробности у Рауля Габитова. Дефицита продовольствия в Туркестане нет. На территории города 14 складов. Запаса продуктов хватит как минимум на 5 месяцев. Однако, несмотря на это, сразу после наурыза цены на овощи на базаре постепенно поползли вверх. Если килограмм картофеля совсем недавно можно было купить за 100 тенге, то сейчас он продается по 150. Мобильная группа провела обход базара. Мы побеседовали с торговцами, порекомендовали не повышать цен. Если вдруг им не будет хватать продуктов, то они могут обратиться в стабилизационный фонд, где им обязательно выделят продовольствие. Причин для паники нет. Усилия специалистов оказались не напрасны. После рейда стоимость картофеля снизилась на 35 тенге. На 20 тенге подешевели лук и капуста. Снизились цены на муку, макароны, масло, рис и сахар. Мы решили проверить, как долго цены будут оставаться на таком уровне. И на следующий день отправились на рынок, но уже без чиновников. Цены нормальные. Никакого подорожания я не заметил. Все, как и раньше. Картофель, морковь, лук. Цены на все эти овощи доступные. Каждый день на базар с проверкой приходят сотрудники Акимата. Поэтому без причины завышать цены мы не можем. В стабилизационном фонде Туркестанской области хранятся больше 8 тысяч тонн картофеля, моркови, лука и капусты. Дополнительно в больших объемах приобретаются сахар, рис и макаронные изделия. Этого достаточно, чтобы сдерживать цены на продовольственные товары, говорят специалисты. И даже если запасы начнут иссякать, то у стабфонда есть возможность произвести повторный закуп необходимых продуктов питания. Рауль Габидов, Самат Нагашбекула, Хабар-24, Туркестан. Арендаторы одного из торговых домов в столице бьют тревогу. Как остаться на плаву в режиме чрезвычайного положения? Они никак не могут договориться с руководством центра. Из-за того, что торговля остановилась, им нечем платить не то, чтобы за аренду помещения, а даже за коммунальные услуги. Чтобы на их ситуацию обратили внимание, арендаторы пошли, по их словам, на крайнюю меру, обратились к СМИ. Камила Тастанбекова выслушала обе стороны. Вы отправляете нам уведомления, а на наше уведомление вы не отвечаете. Вы не отвечаете. Откуда у вас такие дорогие расходы? Арендаторы одного из торговых домов Нурсултана не могут сдержать своих эмоций. Из-за ситуации с коронавирусом под угрозой бизнес 117 предпринимателей. В самый разгар сезона торговля остановилась. Дохода нет, а администрация торгового центра выдвигает свои требования. У нас нет денег. Мы не можем оплатить аренду. Они за апрель требуют? Нет, они требовали за апрель, но сейчас отменили, просят эксплуатационные расходы. Эксплуатационные расходы тоже нам не по карману. 2,50 за квадратный метр, если посчитать, то это тоже большая сумма. Мы сейчас в данный момент все в убытках. У нас нет денег даже на хлеб. Не говоря о том, что платить. По подсчетам предпринимателей, эксплуатационные расходы составляют примерно четверть стоимости аренды. Но даже этих денег у них сейчас нет. Вот такая ситуация, она вообще впервые во всем мире сложилась. Я думаю, человеческий фактор должен сыграть в первую очередь. Мы просим, мы здесь не устраиваем. Мы просим, чтобы руководство нашего торгового центра, оно нас услышало, оно пошло нам навстречу. Надо быть более гуманным к этой обстановке. Мы не должны, руководство не должно закрывать проблем на наши глаза. Мы не можем оплатить сейчас коммунальные услуги. Откуда я возьму? Я последние деньги отдала на продукты. По словам руководителей торгового центра, они тоже в безвыходной ситуации. В пределах возможного они пошли навстречу. Освободили арендаторов от оплаты за площадь. Погашение коммунальных платежей – самая малость из того, что они могут просить. Ведь закрывать торговый дом нельзя. Внутри работает продуктовый магазин. Независимо от того, что есть прямые указания президента, нас не освободили от необходимости платить, обслуживать кредиты, ежевечные кредиты. Следующий такой кредит, вернее ближайший кредит, как раз 27 числа, сегодня. С сегодняшнего дня у нас ограничены счета. Максимально на что идет банк сейчас в проекте решения, которое может быть сегодня-завтра решаться, это отсрочить эти платежи. Наши арендаторы не хотят этого понять, что мы их в результате все-таки освободили по просьбе исполнительных органов и указания президента. Мы постарались максимально облегчить их участь тоже. Мы освободили их от арендной платы, хотя нас никто на сегодняшний день не освободил. Большой вопрос, смогут ли обе стороны договориться без поддержки правительства. Очевидно, что помощь нужна и тем, и тем. Камила Тастамбекова, Марат Дихамбаев, Хабар, 24. В Алматинской области сотни фур не могут попасть в Китай. Причина в усилении санитарного контроля на таможенных постах соседнего государства. Также на ситуацию повлияло введение лимита на прохождение пороженных автомобилей. Из-за долгой проверки грузов на автомагистрали Западная Европа-Западной Китай образовались заторы. Усиление контроля на границе может быть связано с пандемией коронавируса, считают специалисты. Что же касается казахстанских таможенных постов, то они работают в обычном режиме. Все фуры, заехавшие на территорию нашей страны, дважды проходят санитарную обработку, а водителей проверяют медики. На данный момент через пост Нуржолы на китайскую сторону ежедневно могут проехать только около десятка машин. Коронавирус наносит удар по США. Самое большое количество подтвержденных случаев заболевания в Америке. Штаты обогнали Китай и Италию. Сегодня был самый смертоносный день в США. Умерли 233 человека. Гульнара Жандагулов расскажет о ситуации по ту сторону Атлантики. Да, сейчас самая тяжелая ситуация в финансовом центре в Нью-Йорке. Он стал эпицентром вспышки. Подробнее прямо сейчас. Соединенные Штаты Америки стали эпицентром глобальной пандемии коронавируса. Все свидетельствует о распространении вируса. Говорят о том, что ситуация ухудшается ежечасно. И надо понимать, на то, чтобы вернуться к прежней нормальной жизни, могут уйти недели и даже месяцы. Сегодня в США массовый рост числа заболевших. Неделю назад в Америке было зарегистрировано в общей сложности 8800 случаев инфицирования и 149 смертей. В пятницу число зараженных увеличилось до 85 тысяч человек. 1195 американцев погибли. В Нью-Йорке уже готовятся к худшему. В ожидании всплеска смертности в результате пандемии коронавируса больница Белвью организовала на восточной стороне Манхэттена импровизированный морг. Белые палатки выглядят жутко, но пока, к счастью, в этом морге нет тел погибших. Но это пока. По словам губернатора Нью-Йорка Эндрю Куома, только за прошедший день в городе погибло 100 человек. В больнице Куинса за день умерли 13 пациентов. Таким образом, число жертв пандемии составляет 385 человек. В Нью-Йорке к данному часу заражены более 23 тысяч. По данным Министерства здравоохранения США, 56% инфицированных моложе 50 лет. Но более 75% госпитализированных и практически все умершие старше 45. Сейчас потребность города Яблока 140 тысяч больничных коек. А имеется втрое меньше. Власти ищут новые участки для строительства временных сооружений. А мэр Нью-Йорка сделал пессимистичный прогноз. Все в стране знают, что Нью-Йорк эпицентр этого кризиса. Сейчас у нас треть случая в стране. Справедливо было бы сказать, что половина всех жителей Нью-Йорка, а возможно и больше половины, в конечном итоге заразятся этой болезнью. В то же время губернатор штата Нью-Йорка Эндрю Куома раскритиковал пакет помощи для лечения коронавируса на сумму 2 триллиона долларов США, одобренный Сенатом, заявив, что Вашингтон не предоставил достаточную помощь штатам. Штату Нью-Йорк было выделено 5 миллиардов долларов, чтобы помочь покрыть растущие расходы на коронавирус. Но законопроект не помогает штату восстановить потерянные доходы. Американская студентка, заразившаяся COVID-19, призвала своих сверстников соблюдать правила социального дистанцирования. Шира Карп заболела после возвращения из поездки в Ирландию 10 марта. Она слегла с температурой 39,3 градуса. Сначала ей прописали лекарство от гриппа, но на следующий день она поступила в отделение неотложной помощи после того, как у нее начались боли в груди. Боль сопровождалась кашлем. Девушку поместили в реанимацию. Я делаю это потому, что вижу людей, которые все еще находятся на пляжах во Флориде. Вы знаете, люди все еще тусуются со своими друзьями. И они говорят, я молод, я не восприимчив к этому. Я не могу с этим смириться. И проблема в том, что вы можете. Следуя примеру, итальянцев и испанцев, жители Атланты выразили свою благодарность медицинским работникам. И хотя некоторые с надеждой ждут лето, думая, что жаркая погода поможет облегчить проблему, это не значит, что теплые дни будут означать конец вируса. Об этом говорят специалисты. И у меня на этом все. Ну, и все-таки хочется верить в лучшее. Спасибо. Это была Гульнара Жандагула с международным обзором. А мы продолжаем. В Китае растет число завезенных случаев заболевания COVID-19. Их общее количество уже приблизилось к 600. Внутри же страны жизнь постепенно восстанавливается. Разрешен выезд из провинции Хубей за исключением Мухани. Да и город скоро откроют. Там уже возобновили работу супермаркеты. Начал ездить общественный транспорт. Бутагос Циргабаева расскажет подробнее. Шанхайский эксперт по борьбе с коронавирусом Джан Вэньхун считает, что к лету пандемия может быть взята под контроль. Однако, по его мнению, из-за разницы в климате между северным и южным полушариями, возможно, некоторым странам нужно быть готовыми к новым случаям заражения еще год или два. Следующие два или три месяца будут решающими для всего мира в совместной борьбе с распространением вируса. Но я не думаю, что вирус будет уничтожен в текущем году. Этой зимой, возможно, будет повторная вспышка. Однако сложно делать какие-либо прогнозы. Около двух месяцев Китай в режиме нон-стоп боролся с новым коронавирусом. Не хватало масок, защитных средств. Был страх. А что будет завтра? Но страна смогла обуздать эпидемию. Теперь здесь открываются школы, библиотеки, музеи. Одновременно усиливают меры профилактики и контроля. В тех регионах, где вновь открылись школы, дети приходят по графику. В классе не должно быть больше четырех учеников. В ресторанах люди также сидят друг от друга на расстоянии. Везде измеряют температуру. Мы все еще на карантине. С нами не контактируют, но даже если и приходят, например, представители коммунальных служб, то обязательно в защитных костюмах, масках, очках и перчатках. Все серьезно. За нас даже мусор выносят, чтобы мы не выходили из дома. Китайский народ очень дисциплинирован и требует того же от иностранных граждан. Ватагас Саргабаева, Айгерим Сулейменова, Хабар-24, Китай, Пекин. И возвращаемся к событиям в нашей стране. Предпосылок для дефицита продуктов в Шемгенте нет. Что касается цен, то они под особым контролем власти. Об этом сообщил Аким Города Мурат Айтенов. Накануне он побывал на одном из оптовых рынков и призвал торговцев не повышать цены на продовольственные товары без оснований. Рауль Габитов с подробностями. Запаса овощей, фруктов и других социально значимых продуктов в Шемгенте достаточно. В приоритете не допустить подорожания продовольствия. Для этого при городском Акимате создан специальный штаб. Каждый день специалисты обходят рынки и мониторят цены. Если цена завышена, необоснованно это будет считаться спекуляцией. Мы будем вынуждены начать экономическое расследование. Ваша задача проверить каждый прилавок и ознакомиться с ценами. Только так можно удержать цены. Для стабилизации цен на 19 видов продуктов в Шемгенте выделили около 3 миллиардов тенге. В условиях чрезвычайного положения очень важно создать максимально благоприятные условия для горожан, говорят члены партии Нур-Отан. Мы принимаем все меры для удержания цен. Они должны оставаться стабильными. При партии Нур-Отан создана комиссия. Мы проводим разъяснительные беседы с торговцами и стараемся не допустить необоснованного подорожания продуктов. На особом контроле и меры санитарной безопасности в общественных местах. Всех торговцев и посетителей базаров Мурат Айтенов обязал носить медицинские маски. Нурбек Байбосен, Рауль Габитов, Нурмаханбек Муратов, Самат Нагашпекуло, Хабар-24, Шемкент. В Павлодарской области стартовала акция Камкорлык. Она направлена на поддержку социально уязвимых слоев населения в период действия режима чрезвычайного положения. В частности, в рамках акции один из предпринимателей пожертвовал 10 тонн картофеля. Сотрудники городского отдела социальных программ разделили овощи между нуждающимися. Помощь получили около 200 павлодарских семей. Крупная, хорошо сохранилась, считай, до самой весны не проросла. На ужин могу чем-нибудь уже детям сварить. И картошку, может, пожарим. Они у нас любят жареную картошку. Вера Плевак получает помощь от государства, как многодетная мать. Периодически специалисты городского отдела социальных программ привозят ей продукты питания. Однако помощь со стороны предпринимателей стала неожиданным сюрпризом. Как главный продукт в многодетной семье. Картошка всегда идёт. Мы сколько делаем запаса, даже целого рода, нам не хватает на сезон. Здесь закупать меньше придётся. Мы благодарны. Лира Тасбаева воспитывает четырёх дочерей одна. Одна из тройняших страдает детским церебральным параличом. Помощь предпринимателей весьма кстати, говорит женщина. Получили мешок картошки. Для нас это большая помощь. Благодарны и местным властям за такую акцию, и предпринимателям. В рамках акции «Хамкорлах» помощь получили около 200 семей. Среди них одинокие пенсионеры, многодетные и неполные семьи. Данная акция будет продолжаться. Всего в рамках месячника мы охватили более 11 тысяч горожан-повладарцев. Кроме того, в кризисном центре у нас проводили волонтёры мастер-класс по гигиене рук. Также мы подарили антисептики, маски раздавали собственного пошива волонтёры. В целом, такую работу мы проводим сейчас. Месячник продлится до окончания режима чрезвычайного положения. Следует отметить, что недавно в городе прошла ещё одна акция. К празднику «Наурос» предприниматели совместно с депутатами городского масляхата вручили нуждающимся продукты, медицинские маски и антисептики. Адильхан Сахарик, Арлагаш Кассиетова, Самат Успанов, Хабар-24, Павлодар. Больше 600 коробок с продуктами первой необходимости собрали прихожане одной из мечетей в Усть-Каменогорске. Гуманитарный караван уже сегодня отправят в Нур-Султан. В каждый паёк упаковали всё самое необходимое – крупы, сахар, соль, муку и масло. По расчётам волонтёров, одного такого набора хватит примерно на 10-14 дней. Сбор продовольственной помощи в регионе продолжат до окончания действия режима чрезвычайного положения в стране. Помимо продуктов будут формировать посылки с товарами хозяйственного назначения. Неравнодушные алматинцы, в числе которых спортсмены, бизнесмены и молодёжь вызвались позаботиться о пожилых. Во время карантина они обещают ежедневно обеспечивать пенсионеров не только продуктовыми наборами, но и постоянным горячим питанием. Доставкой займутся 120 волонтёров, которые уже получили из Акимата в списке нуждающихся. С сегодняшнего дня и до окончания карантина всех людей, которые в возрасте нуждаются, за сегодняшний день будем ежедневно вас кормить горячей едой, привозить свежей. Да вы что, ребята? Тёплые человеческие слова и забота, пожелания здоровья и долгих лет услышали сегодня более 400 алматинских пенсионеров. Большинству из них без малого 100 лет. И чтобы старики не выходили из дома, не посещали рынки и магазины, подвергая себя риску, местная молодёжь решила взять на себя вопрос обеспечения продуктами. Есть определённое количество одиноких людей преклонного возраста, старше 90 лет, которые не в состоянии за собой ухаживать, готовить еду, даже некоторые не могут включить газ в плиту. Они очень нуждаются в том, хотя бы чтобы была поддержка питания, горячей еде. В Алматы проживают более 500 пенсионеров старше 90 лет. Обо всех нужно позаботиться. Почтенным старцам очень сложно ухаживать за собой и готовить еду. Поэтому волонтёры решили каждый день привозить им контейнеры с горячим питанием. Там первое, второе, хлеб, компот, всё включено на бесплатной основе. Ежедневно будут обеспечивать наши волонтёры. И думаем, что эта акция возьмёт общереспубликанскую характер. Мы призываем неравнодушных людей, кто хочет отозваться. Ассоциация ММА, бизнесмены поддержали данную акцию. Как говорят люди доброй воли, когда страна вместе с остальным миром переживает тяжёлый период, забота о стариках остаётся священным долгом молодых. Тем более, что к людям в возрасте новая болезнь беспощадна. И чтобы обезопасить, защитить пенсионеров, им в первую очередь необходимо полноценное и горячее питание. Владимир Бовхис, Жандос Айдбай, Мухит Кутыгбаев, Алматы, Хабар-24. Трём участникам Курдайского конфликта, напавшим на полицейских, вынесли приговор. Каждый из них получил по полтора года тюрьмы за применение насилия в отношении к стражам порядка. По итогам спецоперации в Жамбулской области Алматы и Шимкенте задержаны 25 человек. Семеро из них ранее судимы. Напомним, массовые беспорядки произошли в феврале этого года. В результате погибли 11 человек, пострадали около 200 жителей. Сожжено 65 домов и полсотни автомобилей. Причиной массовой драки стал бытовой конфликт. Предпосылками для возникновения конфликтной ситуации явились инциденты исключительно на бытовой почве. Так, 5 февраля текущего года в селе Сор-Тюбе Курдайского района В результате ситуации, возникшей на автомобильной дороге, пожилому лицу были причинены травмы. В совершении преступления подозреваются два лица, один из которых, санкции суда, арестован. Расследование дел продолжается и находится на особом контроле. Все процессуальные решения принимаются в строгом соответствии с действующим законодательством. Около 100 населенных пунктов в Акмуринской области могут пострадать от паводка. Напряженная ситуация сразу в нескольких районных центрах. В Сан-Дыктау под угрозой подтопления 10 сел. Подробнее о материале нашего корреспондента. В последний раз большая вода потревожила жителей села Балкашина, центра Сан-Дыктауского района в 2017 году. Тогда были потоплены около 100 домов и строений. Этой зимой снега выпало много больше. Чтобы не повторять ошибок прошлых лет, необходимо усилить профилактическую работу, считают старожилы. Поэтому в этом году переживают, чтобы не затопило опять все эти улицы. Потому что это расход бюджета нашего района. Я считаю, что это все зависит еще от многих от жителей самих. Потому что не надо надеяться на администрацию. Надо еще очищать и вывозить как-то от себя очищать самим. В зонах, подверженных риску подтопления, сегодня находится около 200 домов. Проживают полтысячи человек. Уборкой снега на местах занимаются специалисты коммунальных служб. В работах задействована в том числе техника местных крестьянских хозяйств. Здесь провели оболование протяженностью 350 метров. Вопрос готовности служб к противопаводковым мероприятиям и возникновению чрезвычайных ситуаций – главный на повестке дня. Основная миссия ответственных лиц – безопасность людей. Эвакуация Кизнде – Хайда-Парамс. Где будем размещать людей во время эвакуации? Есть ли родные, их количество, друзья и знакомые? Мы подготовили места, где люди будут в безопасности. Проведены переговоры со всеми сельчанами. У нас есть вся информация. Вместе с тем подготовлено свыше 300 тонн инертных материалов, отмечают госслужащие. Им на руку сегодня играют погодные условия. Плюсовая температура днём способствует таянию снега. В ночные часы вода подмерзает. Ну а пик половодия в регионе ожидается в начале апреля. Аселу Махмутова, Дамир Берекулы, Евгений Шинкаренко, Акмуринская область, Хабар-24. Ещё больше информации вы найдёте на нашем сайте www.24.kz. У меня же на этом всё. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»